Здравствуйте! С вами дежурный по городу. Меня зовут Игорь Гиндис и вместе со мной сегодня работает оператор Степан Пепеляев. Съемочную бригаду дежурного надежно охраняет и быстро возит по Пермским улицам группа предприятий Цербер. И начнем с телезрительских кадров дня. Эти две фотографии прислала нам Анна Вавилина. Первый фотоснимок сделан вчера на Мира 68 и называется «Триумфальная арка». Красиво, но страшновато. А вот вторая фотография под названием «Автомобиль ветеран» 1912 года выпуска. Кто мог подумать? Когда мы расставались перед праздниками, деревья еще стояли голыми, но несколько дней первомайского тепла сделали свое дело и снабдили нас кадром дня от дежурного по городу. Вот он, первая зелень 2015 года. И пусть листики еще не раскрылись до конца, но какие они яркие и позитивные. Кругом начинают зеленеть деревья и кусты, а мы говорим об уборке снега с крыш. Почему? А вот в чем дело. Дом номер три по улице Студенческая. Видите эту водосточную трубу? А теперь смотрим вверх. А головка с воронкой нет. И оторвали его именно тогда, когда чистили снег с крыши. Повторимся. Сейчас все уже в полный рост зеленеет и скоро заколосится. А водосточная труба на Студенческой 3 так и остается простым украшением фасада. Потому что пользы от нее никакой. Не успели как следует порадоваться солнышку и теплу, а интернет уже пугает чуть не морозами и снегопадами. Господи, неужели правда? Точно ответ знают синоптики Пермской гидрометеослужбы. Сегодня утром у нас по крайнему северо-западу уже пролетал снег. Там сейчас холодный фронт. Этот холодный фронт будет проходить по всей территории края. И мы ожидаем в ближайшие дни резкое понижение температуры воздуха. На 10 градусов однозначно понизится температура воздуха. И в ночное время у нас будет от минус 2 до плюс 3. Самые холодные ночи это ночи на 7 и 8. Заморозки возможны в городе Перми. Слабая до 0 температура воздуха опустится. И днем температура воздуха в ближайшие дни будет от 9 до 14 градусов. Прежде чем попрощаться, напоминаем, продолжается наш конкурс на лучшую новость недели. Автор самого интересного сообщения получит вот этот вот сертификат на 1500 рублей от питомника декоративных растений Анютины Гласки, что в селе Лобаново. Питомник предлагает рассаду однолетних растений, хвойников и новинка этого сезона – пряные травы. На этом Игорь Гиндис и Степан Пепеляев заканчивают свою работу. Не забывайте телефон нашей информационно-справочной службы и сайт телекомпании «Рефе в интернете». Завтра увидимся. А на сегодня все. Спасибо, удачи. Пока.